Здравствуйте! Вы на канале Радости с огорода. Как видно по картинкам, сегодня поговорим о цветах, которые я сажала в прошлом году, какие буду сажать в этом году и какие прикупила новые. Итак, остановимся на настурции. У меня их 6 видов. Настурция Пич Мелба, Король Теодор, Черный Бархат, Настурция Большая Крем Карамель, Махровая Высокая Сальмон и Махровая Высокая Махагон. Все они высокорослые, вьющиеся. Я их почти все использовала как украшение забора. Прямо по границе забора и ложила. Они у меня очень красиво смотрелись. Тем более раскраска у них у всех разная. Космея. У меня ее два вида. Психея и Бабушкин Плясадник. Что на картинке, что в живую вырастает один в один. К тому же цветы из моего детства, их очень часто я видела, как сорняк у нас рос во дворе. А сейчас, видите, в пакетиках культурно продают и мы выращиваем. Тоже окраска разноцветная, очень красивая и привлекает пчелок для опыления растений. Теперь всегда сажаю василек. Василек краски лета. Он получается высокий, около 100 сантиметров. Высота его разноцветной. Его цветки долго стоят. Их я еще иногда срываю, чтобы заваривать чай. Ну и, конечно же, для украшения сада. Очень мне нравится. Табак, ночной костер. 60 сантиметров вырастает. Ну, для красоты, конечно, присутствуют у него цветочки. Видите, такие алого цвета. Тоже имеют свою привлекательность. Ну, конечно же, куда без астр. Астр у меня два вида. Астра «Тысяча чудес» и Астра «Принцесса». Практически, если посмотреть, то они мало чем отличаются, но различия у них есть. «Тысяча чудес» немножко поменьше. Сами головки Астра «Принцесса» не побольше и более игольчатые. Бархатцы махровые гиганты. Это такие высокие. Бархатцы отклоненные махровые джипсы. «Саншайн». И те, и другие сажала. Они у меня, знаете, всегда очень хорошо сидят в капусте. И капуста такая получается яркая. Особенно вот эти высокие бархатцы своим видом выделяются просто на даче. Из новых вот купила Матиола «Вечерний аромат». Всем, наверное, известно этот цветок тем, что он ценится за сильный приятный аромат своих цветков. И именно распускается к вечеру. Обильно и непрерывно цветет весь сезон до заморозков. Неприхотлив, холодостойк, выдерживает заморозки. Мне вот нравится особенно вечером, когда выйдешь после бани, посидеть. И здесь вот этот вечерний аромат. Очень приятно вдыхать. Лен. Ни разу тоже не сажала я вот такие вот цветочки. Смотрите, такие нежные, такие бело-розовые. Меня просто пленили, я не могла пройти мимо. Смесь классических окрасок всегда придется ко двору. Отличное дополнение для смешанных посадок и клумб в природном стиле. Мавританских газонов и больших контейнеров. Несравненный дуэт белых и алых цветков. Живописно сочетается с традиционным голубым и декоративным желтым льном, гвоздикой, травянкой, ромашкой, календулой и другими многолетниками, цветущими белыми и желтыми цветками. Тоже говорят, что он неприхотливое растение, не нуждается в пристальном внимании, не требует... не требует... не требует к составу почвы, засухоустойчив, редко поражается болезнями. Ну, то, что, как говорится, доктор прописал, то, что и надо. Ой, и вот этот купила еще новый для себя цветок. Амарант, вишневый бархат. Чем он мне пленил? Тем, что, помимо того, что он будет радовать летом, так это еще неувядающий цветок, в высушенном виде букет, из него всю зиму простоит вазь без потери цвета и декоративности. Представляете, мало того, что летом можно его любоваться им, так еще и зимой он будет напоминать себе. Ну, и, конечно же, сыния. Смотрите, как красиво. Настоящая мандаринка, да? Сейчас, когда зима, еще вот этот цвет очень актуален. То госпожа мандаринка прям напоминает... Будет напоминать летом нам о мандаринах зимой. Ну, цинерария. Серебряная пыль. Тоже, наверное, многие сажали, знают, что это эффектный однолетник, образующий нарядную розетку красивых листьев. Благодаря своим, вот, смотрите, ажурным листьям, серебристо-белым опушением, растение широко используется для обрамления клумб в качестве икона для других растений. Вот я тоже, он невысокий, всего лишь 25 сантиметров вырастает. Но вот своими вот этими ажурными листьями что-то напоминает такое неземное. Мне очень он нравится. Ишульция. Она маленькая, всего лишь 20 сантиметров. Я его сажала. Ой, какой красивый цветок. Ишульцию я посадила под виноградом. И получается очень красиво. Внизу ишульция, а вверху зеленый виноград. Оранжевое буйство под виноградом. Такое яркое пятно. То есть, видите, она тоже разных цветов у меня. Аура такого, какого-то красно-желто-оранжевого цвета. А вот фруктовая, она тут разноцветная. Это вот тоже и называется смесь сортов. Буду тоже в этом году сажать. Только что купила, потому что понравился. Написано, что это неприхотливое растение. С ященными, крупными, махровыми цветками. Засухоустойчивое, холодостойкое. Высотой 40-45 сантиметров. С ажурной, голубовато-сизой листвой. Отлично растут. Цветут на легких, небогатых, до плодородия почвы. Еще я влюбилась вот в эти цветочки. Алису сажала фиолетовую королевую. Она мне даже открытая. И докупила еще акварель. Яркая смесь с медовым запахом. Это единственные цветы, которые не повяли, не уронили своей головы. Снег. И из-под снега букетик это торчит в таких вот сиреневых цветов. Я была просто поражена их выживаемостью, их желанием еще радовать хозяев. Но буду обязательно сажать. Мне они нравятся. Они к тому же маленького такого росточка всего лишь 15 сантиметров. И выносливые. Так. И вот еще купила новый цветочек. Агератум. Агератум голубой шар. Чем он мне понравился. Ну то, что он тоже опять невысокий. Всего у него высота 15-20 сантиметров. Цветет обильно и продолжительно. Хорошо переносит стрижку. И смотрите, цвет такой у него насыщенно сиреневый. Если вот его посадить например, кошельцы аура, то они просто будут как-то на контрасте очень хорошо смотреться. Ну, вот такие вот цветы у меня. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok